Торжественный прием, организованный Генконсульством Республики Беларусь в Даугавпилсе в честь Дня Независимости, состоялся в Центре культуры Даугавпилского края. На него были приглашены руководители латгальских самоуправлений, предприниматели, деятели культуры, представители национального общества УЗДЫМ. Как заявил в своей речи Генконсул Виктор Гейсик, сотрудничество между Латвией и Беларусью успешно развивается. У нас наладилось хорошее экономическое сотрудничество, у нас вырос товарооборот. В прошлом только году мы достигли 3,4 миллиарда долларов. Это самый высокий показатель за все время существования наших стран. Латвия, Беларусь по товарообороту занимает пятое место и по экспорту четвертое место. Но самое главное, что мы стали ближе друг к другу, мы подписали соглашение по приграничному передвижению. О том, что включить Даугавпилс в приграничную зону удалось благодаря сотрудничеству дипломатов и самоуправления, напомнил мэр города Янис Лачплисис. Сегодня особенно приятно вспомнить то совместную работу Генерального консульства и Даугавпилской думы, в результате которой город Даугавпилс оказался включен в территорию безвизового режима пресечения границы. И теперь тысячи людей могут встречаться между собой, встречать своих родственников и друзей. Мэр подчеркнул, что в нашем городе каждый десятый житель – этнический белорус. И горожане могут назвать имена достойных представителей братского народа, своих друзей, соседей и коллег. Янис Лачплисис уверен, что деловое сотрудничество Даугавпилса с белорусскими городами будет продолжаться. Конечно, кроме официальной части было и неформальное общение. Концерт ансамбля из Браслова порадовал гостей исполнением народных песен. А потом артисты так заразительно исполнили белорусскую польку, что вовлекли в танец и присутствующих. Тем более, что разницу с ладгальской полькой заметить было трудно.